Минутку, куда ты меня ведёшь? Ты ещё спрашиваешь? В постель? Я не хочу спать, я хочу ещё танцевать. Успокойся, прошу тебя. Я хочу танцевать, давайте веселиться. Не понимаю, что с ним. Я выпила столько же. Не сравнивай, он же тебе в отцы годится. В его возрасте алкоголь сильнее ударяет в голову. Франциско! Франциско! Я хочу спать. Раздеть его? Нет, я сама. Не нужно. Можешь идти? Сеньора ещё чего-нибудь желает? Нет. Жаль. Ещё рано, а твой муж уже вырубился. Послушай, как он храпит. Погляди на него. А тебе, похоже, спать не хочется. Может, покатаемся? О чём ты? Я подумал, может, ты хочешь взять урок вождения? Женщины любят приключения. Это ведь так? Я тоже люблю. Лучше помолчи. А то я расскажу всё мужу, и он тебя вышвырнет. Да ладно, не горячись. Я думал, ты хочешь повеселиться. Что ж, тебе решать. Ах, да. Парик твоего мужа. Подвинься. Нет, не может быть, Россио. Поверить не могу. Ты едешь во реки по дна. Мне предложили хорошую работу в качестве помощника администратора. И Хинероса тебя отпустила? Да, ведь мне будут платить намного больше, к тому же в Рекипе всё дешевле. А твои занятия? Мне осталось учиться меньше года. Кроме того, я могу закончить учёбу там. У них хорошая школа. Так будет лучше, Эми. Не знаю, Россио. Я очень удивлена, не знаю, что сказать. Ты едешь во реки по дна. Хинероса отпустила тебя одну, не может быть. Это было нелегко, но я её убедила. Я буду очень по тебе скучать. Теперь, когда Моника уехала... Хотя между нами никогда не было особого взаимопонимания. И всё же мы одна семья. Это главное. Неважно, сколько проблем приходится решать, семья должна быть на первом месте. Гучо почти не бывает дома. Мне будет тебя так не хватать. Я останусь здесь совсем одна. Я правда не знаю, как буду жить без тебя. Я тоже буду скучать, Эми. Но уверена... Ты не будешь одна. Россио, что случилось с Лалой? Почему его нет? Хинероса сказала, что он ушёл. Почему? Это был всего-навсего глупый спор. Ничего страшного. Это из-за меня? Мне кажется, я виновата в том, что случилось. Представляю, как Хинероса расстроилась. Не волнуйся. Всё в порядке. Лала вернётся. Я очень рада. Правда, потому что Лала... Он очень хороший. Он всегда помогал мне. У тебя есть ещё моя мама, бабушка, не так ли? Да, Хинероса много для меня сделала. Мне так больно. Из-за того, что произошло между нами с Алехандром. Когда всё выяснится, он вернётся Эми. Нет, никогда. Не могу понять, как ты это допустила? Это судьба. О чём ты, Эми? Нужно было сказать ему правду. Так было бы лучше. Лучше для всех. Я хотела Россио, но это было трудно сделать. Я чувствовала себя неловко. Откровенно говоря, мне было очень стыдно. Я не хотела обвинить Монику ни в чём. А она тебя предала, разве нет? Алехандро поверил ей, а не мне. То, что сделала Моника, просто ужасно. Этому нет прощения. Если бы я знала всё заранее. К тому же, мне кажется, моя боль делает счастливой мою сестру. Мы что, будем торчать здесь весь день? У меня ужасно болит голова. Я слишком много выпил вчера. Да, но мне надоело сидеть заперти. Иди на пляж, прогуляйся. Если хочешь, я отвезу тебя. А сам вернусь в отель. Прости, любимая, но я не могу составить тебе компанию. Ты не должен оставлять меня одну. На меня будут смотреть мужчины. Не удивляйся, если один из них захочет познакомиться со мной поближе. А ты надень платье поскромнее. Почему ты такой старомодный, дорогой? Я выглядела почти так же, как когда мы познакомились. И тебе это нравилось, разве нет? Да, да, любовь моя. Тебе не стоило рвать чек, Мария Эмиля. Я даже испугалась, когда увидела, что ты с ним сделала. Нам бы не помешали лишние деньги. Ведь мы не богачи. Мне не нужны эти деньги, бабушка. Я сама смогу заработать их, если понадобится. Да уж, сидя ночами за этим компьютером, а потом у тебя будут болеть глаза и спина. А этот ужасный шум от принтера, он не дает мне спать. Ты столько работаешь, а получаешь сколько? Жалкие гроши. А если ты заболеешь, что тогда? Что тогда будет с нами? Знаешь, бабушка, ты можешь быть уверена в одном. Никогда я не приму деньги от Моники, даже если мне придется голодать. Ты такая гордая, Мария Эмиля. Я поступаю честно. Мне не нужны деньги, полученные таким путем. Нам пришлось столько страдать. Это как пощечина. Ты же знаешь, я сильная. И смогу о себе позаботиться. Господь мне поможет. Хорошо, как хочешь. Решать тебе. Но меня очень беспокоит твоя судьба, ведь скоро тебе придется жить одной. О чем ты? Когда Моника выйдет замуж за этого человека, я буду жить с ними. Что? Что ты сказала? Ты прекрасно слышала. Когда Моника выйдет замуж за синьора Гира, я собираюсь жить с ней. Бабушка, ты ведь не сможешь. Нет. Не может быть. Ты правда собираешься так поступить? Ты так на меня смотришь, как будто я буду танцевать кан-кан в Муленруш. Не вижу в этом ничего такого. Мне кажется, это вполне естественно. Я не понимаю. Тебе не смущает, что это аморально? Я сказала, когда они поженятся. Это одно и то же, бабушка. Поженятся они или нет? То, что сделала Моника, аморально. И никакое свидетельство о браке этого не изменит. Пойми меня, Мария Эмилия, я больше не хочу жить в трущобах среди всех этих низких людей. Когда мне предоставляется возможность провести остаток жизни в роскошном особняке с приличными людьми, надеюсь, они купят хороший дом, большой и красивый.